Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня подоспела очень и очень интересная информация по поводу процессора 3800XT. Он засветился в каком-то бечмарке в тестировании под названием Ashes of the Singularity. Я не знаю, что это за бечмарк, но самое интересное не это, а самое интересное, что он себя показал хуже, чем процессор 3800X. Какой-то бред какой-то силой кобылы. Почему, ребята, бред, я объясню. Как может процессор, у которого выше частота работы ядра, показать себя хуже, чем тот же самый процессор, ну как бы его родной брат. Да, потому что 3800X и 3800XT, 3800XT это как бы разогнанная, более разогнанная версия процессора 3800X. Как он может показать себя хуже? Я не знаю, может быть, какой-то BIOS, может быть, какой-то будет запилен дополнительно под эти вот три процессора 3800XT, 3600XT и 3900XT. Может, надо какой-то BIOS запилить дополнительно под эти процессоры, я не знаю, в чем дело. Потому что информация интересная, но какая-то немножко как бы, ну скажу так, ребята, что искусственный тест это одно, а тесты в играх совсем другое. Иногда бывает, что в искусственных тестах процессоры показываются просто отлично, а в игрушках показываются просто отвратительно. Для нас с вами, конечно, интересно, это тесты игровые, но как бы не в этом дело, ребята, просто появилась очень и очень интересная информация. Процессоры 3600XT, 3800XT и 3900XT. Значит, ожидается, что обновленная микроархитектура и отборные чипы позволят новинкам работать на повышенных частотах вплоть до 408 ГГц. Ну, почти как интеловские процессоры, которые любят разгонять до 5 ГГц. Ну, например, там 9600KF. Положительные изменения должны коснуться и контроллера памяти. Внимание, который сможет работать в синхронном режиме с оперативной памятью DDR4 4000 МГц. Это класс просто. Максимальная частота шины Infinity Fabric достигнет 2 ГГц, что было недостижимой величиной для первого поколения процессоров Matisse. Ребята, что из этого следует? То есть память должна быть минимум 4000 МГц. Это надо сразу уже понимать. Значит, если я сказал, что я покупаю процессор 3600XT, да, то уже, конечно, моя память, я не смогу разогнать до 4000, она не погонится просто. Значит, я уже попадаю, мало того, что на память, я вам скажу больше, значит, процессор будет этот очень сильно греться, потому что, вы представляете, разогнанный. Мало того, что ему надо будет еще покупать другое охлаждение, но охлаждение я подобрал, и я как бы покажу вам, и я, наверное, сейчас вот в конце этого ролика покажу вам примерно вот ту конфигурацию, которую я приготовлю под процессор 3600XT. Значит, здесь надо будет хорошую башню брать, башня уже как бы есть, вот, я хочу с вами поделиться этим, потом я запилю, когда уже оно будет все у меня, отдельный видос, расскажу, как она работает, обратно дает она для себя. Но у меня есть две любимые башни, я вот покажу, расскажу вам их, которые я обычно ставлю в сборке, вот, и объясню почему. Значит, потом память надо будет менять однозначно, потому что мою память можно погнать, ну, там, 3-2, может быть, 3, там, 3, может быть, там, 300, выше я не погоню, и она просто не погонится выше. Значит, надо будет покупать две планки памяти по 8, ну, я думаю, где-то какие-то самые такие бюджеты недорогие. Где-то примерно, ну, частотой 4000 МГц, вот, и материнку, конечно, надо будет брать таким с хорошим питанием, то материнка, которая умеет хорошо держать температуру. Я тоже покажу, какую материнку я выбрал, сначала я хотел выбрать мать из, ну, предварительно, как бы, это будет, может быть, на B450 чипсете, но я хотел бы мать взять все-таки на B550 чипсете, понимаете? Есть два варианта. Если B550 чипсет будет очень дорогой, ну, допустим, они выйдут по цене, там, 200 долларов, там, вот я сейчас нахожусь в Украине, у нас доллар стоит сейчас 26 гривен 70 копеек, один доллар, да, то он будет где-то стоить где-то 5500 гривен. Ребята, у нас, допустим, за 6200, 6300 можно взять там Aorus Elite Gigabyte на X570 чипсете. Я лучше возьму, вы знаете, если я кого-то разочарую, лучше я возьму, допустим, доплачу там какие-то там 30 долларов, да, и возьму там уже сразу такой топовый чипсет, мамку на топовом чипсете, где я знаю, что точно, это зона VRM у Gigabyte, вот именно у Aorus Elite, просто великолепная, держит очень низкие, хорошие температуры. И она стоит, как бы, этих денег. Она, как бы, это не самая лучшая материнка, да, но там, как бы, мне важно, потому что я понимаю, что процессор будет горячий, память будет высокочастотная, и материнка будет, когда она работает с высокочастотным процессором, да, и с высокочастотной памятью, то, как бы, он будет, мать будет сильно очень греться, и надо, чтобы она хорошо держала температуру, то есть я не, как вам сказать, ребята, я не люблю, когда работает все на высоких температурах, мне, как бы, это не нравится. Вот я столкнулся с тем, что процессор 3300X, у него рабочая температура где-то 70 градусов. Я беру к тому, что у меня процессор был 1600, и у него рабочая температура где-то была, ну, допустим, в рендере видео там, ну, максимум это 70, он скакал, это какой-то суперсложный рендер идет, такой вот, который задействует все ресурсы, вот максимум 70 градусов на какое-то короткое время, а у процессора 3200X, у него, как бы, 70 градусов, это вообще, как бы, нормальная температура, вообще. То есть, надо хороший охлад. Я так понимаю, что вы сами понимаете, что процессор 3600XT, он будет мега горячий, и надо будет брать хороший охлад под него. Я покажу, какую башню я замыслил брать, вот, расскажу и покажу обязательно, ребята. В общем, вот такая информация, пожалуйста, не отключайтесь, я примерно покажу, что я собираюсь купить какую-то память, какой башенный кулер, и как бы покажу, что я хочу купить, вот, какие материнские платы я рассматриваю. Я бы рассмотрел, конечно бы, и материнскую плату на B550 чипсете, но пока даже толковых характеристик нету на них, есть только, как бы, какой-то список их с такими, с краткими характеристиками, это просто даже интересно смотреть. Вот, когда они уже появятся в продаже, тогда будет, как бы, уже интереснее. То есть, будет материнка у меня или на B450 чипсете, или на B550, или на X570. X570 чипсет я куплю материнку, если B550 будет очень дорогой. Вот такая вот, ребята, информация, не отключайтесь, сейчас я примерно покажу, что я хочу приобрести, и мне, ребята, очень интересует. Во-первых, ребята, пожалуйста, подписывайтесь на канал, потому что самое интересное, все только-только начинается. Вот. Скажу вам честно, ребята, тесты будут, тестить будут честно, этот процессор будет честно, как будет работать, мать, буду говорить все честно, вы знаете, что я ничего не приукрашиваю и говорю, что как оно есть, так и говорю. У меня даже нет каких-то там строительных тестов на канале. У меня есть вот конкретно, я когда показываю, выкладываю там какой-то геймплей, нарезку геймплея, допустим, видеокарты процессора, я просто показываю, какой примерно FPS вас может ждать в этой игре с этим процессором, да, и с этой видеокартой, к примеру, да. Вот, ребята. И что я хочу сказать, ребята, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Особенно мне интересно, вот, какие-то, может быть, знаете, как бы одна голова хорошо, а две лучше, и нельзя знать все, нельзя все узнать, все уметь. Понимаете, у меня такой вообще принцип по жизни, я сто лет живи, сто лет учись. И я все время учусь, и учиться собираюсь дальше. И, может быть, кто-то, вы посмотрите, может, кто-то, что-то может посоветовать из вас, что-то может быть интереснее. Допустим, вам не понравится кулер, хотя я считаю, что это кулеры неплохие, но, может быть, у кого-то есть какие-то другие варианты. Только не, пожалуйста, Gamma X300, Gamma X300 не советуйте, потому что это кулеры неплохие, но они для таких очень не горячих процессоров. Потому что этот 3600XT будет очень горячий. Ребята, не выключайте, сейчас я вам покажу, что я собираюсь как бы приобрести. Итак, ребятки, я открываю карты. Значит, что я хочу сказать, ребята. Значит, самый эконом вариант для меня под конкретно под этот процессор, это материнка M4, на B450 чипсете, это MSI Tomahawk. Почему? Потому что у нее как бы очень такая приличная зона VRM, очень хорошие фазы питания, потому что это будет важно, потому что она будет работать с памятью 4000 МГц и с процессором, который достаточно горячий и высокочастотный. То есть, будет греть ее очень хорошо. Поэтому я знаю, что эти материнки, они как бы не горячие. Ребята, у кого есть конкретно вот эта мать, да, кто является пользователем, пожалуйста, напишите, какие рабочие температуры вы, допустим, видели в каких-то тестах или, допустим, насколько хорошо она держит температуры. Какая для этой материнки рабочая температура вообще нормальная? Вот, например, у меня материнская плата ASUS TAV B450 плюс гейминг. Ребята, скажу честно, значит, там она не греется больше, чем 40 градусов. Честно скажу, не греется. Там настолько продумано хорошо охлаждение, и причем у меня как бы стоят там с VRM, у меня стоит просто два вентилятора, они хорошо выдувают горячий воздух, и там, в принципе, она сильно даже не греется. Для меня это очень важно, понимаете, потому что я не хочу сделать себе какой-то дополнительный радиатор отопления из компьютера, не собираюсь делать. Значит, вот это как эконом-вариант, значит, на B460 чопсете, это, конечно, тамагавка. Она как бы не самая дешевая, но зато она как бы очень достаточно хорошо себя зарекомендовала. Не потому что там она рекламируется, нет, это действительно хорошая материнская плата. Значит, если, вариант второй, если на B550 чипсете материнские платы будут стоить дорого, то я куплю вот эту вот гигабайт Aorus Elite на X570 чипсете. Почему? Объясняю, самый главный плюс этой платы то, что она очень хорошо держит температуры, и там выше, чем на 65 градусов, она не греется. Процессор будет горячий, и память будет работать для начала на частоте 4000 МГц, ребята. И поэтому надо, чтобы зона VRM была, я не люблю, когда горячая, я люблю, когда как бы техника работает в комфортных температурах, понимаете. Вот эту материнку приобрету, я объяснил, в каких условиях. Значит, кулер для охлаждения, беру вот этот вот, значит, он, значит, очень хороший кулер, его можно ставить на какие-то горячие процессоры, потому что у него заявленный, допустим, работа с ТДП до 240 Вт. Это очень важно. И они как бы достаточно качественные, долговечные и негромко работающие. Это самое, я не люблю, когда вы слышите постоянно гул вентилятора, он немножко мне действует, если честно, как бы, ну, не то, что на нервы, как бы, я люблю, я люблю, когда система работает негромко. Для меня это важно. Вот я собираюсь взять какой-то вот этот вот кулер. Если кто-то может порекомендовать под горячий процессор какой-то другой кулер, пожалуйста, пишите мне. Я буду очень рад это прочитать, очень буду рад какому-то приятельскому совету. Ребята, 5 теплотрубок, в общем, хороший. Я, ребята, я его приобрету, если не даю ничего лучше, я приобрету, я обязательно запилю видос про него, и расскажу честно вам, вот, как пользователь, как простой, не как там какой-то обзорщик, не как какой-то такой-то техноблогер. Расскажу, как простой пользователь. Стоит это покупать? Не стоит это покупать? Как он себя показывает? Пока вот, сколько я знаю, он показывает себя очень-очень хорошо в тех компьютерах, которые я собирал. Но дело в том, что с таким горячим процессором, я думаю, а 3600XT будет горячий процессор, он еще, я его не ставил. Но надеюсь, что он справится. Потому что пока главная его еще раз положительная черта, что он не громкий и эффективно борется с нагревом. Значит, память собираюсь я взять недорогую, это бюджетный вариант, на две планки по 8 гигов, на 4 тысячи мегагерц, это G-Skill, значит, ребята, извините, я Ray P.J. как она так читается, как-то мне рассказывали, я не могу запомнить, как ее правильно прочитать, простите меня, пожалуйста. Вот это, это просто бюджетный, недорогой вариант, достаточно неплохая память, она и поддерживает XRP профиль у нее, да, и она оверлокерская, ее можно чуть разогнать, но правда, немного больше, чем на 200-300 мегагерц вы эту память не разгоните. Ну, я хочу честно, мне главное, чтобы система нормально заработала, самое главное. Вот, ребята, я как бы раскрываю карты, что я хочу взять, если же будет, допустим, материнские платы на B550, эти стоят нормальных денег, то я, конечно, возьму какую-то хорошую материнскую плату, не дешевую и не дорогую, такую среднюю, такую за среднюю, средней ценовой категории. Мне главное, чтобы эта материнская плата хорошо боролась с теплом и была не горячая, зона VRM, чтобы была не горячая сама по себе, потому что бывает, что платы, как бы, ввиду своей хреновой схемотехники, хреновой работы инженеров, которые ее разрабатывали, они очень-очень горячие. Вот это для меня очень важно. Ребята, еще раз прошу большое, прошу вас очень, подписывайтесь на канал. Ребята, будет все очень интересно. Пожалуйста, пишите то, что вы думаете. Вот я открыл перед вами карты, не выжу вас за нос, как бы, я сказал, что у нас будет все честно, я вам честно все рассказал. Хотя я мог интригу держать до самой покупки. Я вам расскажу, что будет. Каждый, вот это, каждое комплектующие, которое я приобрету, о каждом комплектующих, я заперю видос и расскажу, как оно работает. Что плохо, что хорошо. Пожалуйста, ребята, пишите, мне очень важно знать, что вы думаете об этом все. Может, что-то другое посоветуйте. Может, вы посоветуйте какую-то другую материнку. Может, посоветуйте какую-то другую память. Может, посоветуйте какой-то другой кулер. Ребята, только не надо мне советовать память, которая стоит, допустим, 300 долларов или 400. У меня тоже есть бюджет. Я не миллионер, мягко говоря, как и мы все с вами. Ребята, пожалуйста, отнеситесь с пониманием. Я знаю, что вы все не глупые, хорошие ребята, достаточно умные, потому что вы пишете, даете советы, что предлагаете. Очень мне приятно, ребята, что между нами есть какое-то взаимопонимание. Ребята, спасибо большое за что вы смотрели это видео. Оно было немножко сумбурное, как бы немножко такое на эмоциях, но достаточно, мне кажется, интересное, откровенное. Ребята, всего доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова